Волкенинг Голдмайнс занимается разработкой золотых месторождений в Гвинеи, в Африке. Джереми, давайте поговорим о добыче золота в Гвинеи. Ваша компания работает в этой стране. Что вы там делаете? Расскажите подробнее о вашем проекте. Компания Волкенинг Голдмайнс недавно приобрела очень интересный проект по добыче золота в Гвинеи. Базовая залежа золота составляет 420 тысяч унций. Среднее содержание золота составляет 2,3 грамма на тонну руды. Этот проект находится на северо-востоке страны. Это очень перспективный регион. Наш проект находится к югу от шахты Сигури компании Англо Голд Ашанти. И обе шахты располагаются на одном и том же золотоносном поясе. Вы сказали, что Гвинея – это золотая возможность. Почему вы так считаете? Возможно, в Африке не так просто вести бизнес, как в Австралии или Канаде. Расскажите подробнее о Гвинеи. С удовольствием. С геологической точки зрения, северо-восточная часть Гвинеи очень напоминает соседнюю страну Мали, а также берег Слоновой Кости и Гану. Через все эти страны проходит один и тот же золотоносный пояс, который обладает обширными залежами золота. По целому ряду причин этот пояс никогда не был систематически исследован. И для нас это просто невероятная возможность. Да, это очень интересная возможность. Давайте поговорим о вашем проекте. Вы уже сказали, что у вас есть залежи в размере 400-500 тысяч унций. Расскажите об этом подробнее. Залежи в размере 425 тысяч унций золота мы рассматриваем как основу. Именно это подтолкнуло нас к покупке этого проекта. Мы считаем, что можно будет и дальше разрабатывать это месторождение во всех направлениях, так как оно является частью более обширной полосы минерализации. И только один километр этой полосы был исследован. Нам еще предстоит исследовать примерно 15 километров с помощью бурения. Какой площадью вы владеете? На данный момент общая площадь составляет 1000 квадратных километров. Это немало, весьма внушительная территория. Вы привлекаете правительство в некоторых случаях? Правительство владеет долей в 25%. Это необходимо для получения всех разрешений. У вас хорошее отношение? Да, у нас очень хорошее отношение с правительством. Оно помогает нам получить всю разрешительную документацию. Что сейчас происходит на проекте? Вы уже проводили бурение. На экране мы также видим чудесную цветную фотографию. Вы сказали, что хотите увеличить ресурсный потенциал проекта. Чем вы занимаетесь сейчас? С тех пор, как мы купили проект, а это было всего лишь в январе, мы уже пробурили 18 тысяч метров породы. Большая часть, примерно 14-15 тысяч метров, пришлась на сухое бурение. Сухое бурение – это одна из техник исследования. Она обходится довольно дёшево и быстро даёт результаты. Мы использовали эту технику для составления прогнозируемых объёмов добычи ресурса. Это позволило нам поставить перед собой более чёткие цели. После этого мы сможем начать стандартное бурение методом обратной циркуляции и алмазное бурение с перспективой увеличения добычи ресурсов. Вы сказали, что длина по простиранию составляет 1 километр. А что вы ожидаете увидеть? О какой длине мы говорим? В 5 или 10 километров? Если мы говорим о ресурсном потенциале в ближайшее время, то отражение на поверхности нашей полосы минерализации составит примерно 1 километр на 200 метров. Всё, что мы проделали в течение нескольких последних месяцев, позволило нам увеличить длину по простиранию до 3 километров, а ширину до 500 метров. Это наша цель на ближайшее время. Мы очень рады этому, и вскоре мы продолжим наши исследования. Мы начнём бурение методом обратной циркуляции сразу после окончания сезона дождей. Отлично. Как мы видим на изображении, на вашей территории происходит добыча ресурсов кустарным способом. Возможно, вам стоит заняться решением этой проблемы в скором времени. Что из себя представляет добыча кустарным способом, и почему для вас это преимущество? Это очень интересный вопрос, Йохен. Кустарная добыча очень распространена на этой территории, Причём эта добыча происходит определённым способом. Старатели идут чётко в соответствии с меризиональным направлением, то есть они ориентируются по сторонам света. Именно в таком направлении располагаются залежи золота в шахте Сигури. Мы считаем, что кустарная добыча ещё раз подтверждает расположение залежей золота. Это позволяет нам определить цели для бурения. Именно это и делал предыдущий хозяин этой территории. Он проводил бурение вглубь на один километр, вот этими кустарными шахтами. Именно так он и нашёл залежи ресурсов. Нам ещё предстоит пробурить очень много километров породы. И, возможно, в будущем вы сможете использовать этих людей для производства. Ведь они уже знают, как добывать золото. Да, совершенно верно. И, кроме того, это местное население. Если вы хотите создать хорошее отношение с местным сообществом, нужно приложить максимум усилий для того, чтобы нанять местное население. Давайте поговорим о ближайшем будущем. Мы уже немного затронули эту тему. Вам нужно ещё собрать около 5-10 миллионов долларов для следующих этапов. Расскажите подробнее о программе алмазного бурения на 20 тысяч метров и когда мы увидим оценку содержания ресурсов. Я расскажу подробнее о программе. Мы планируем начать бурение в течение следующего месяца или двух, когда закончатся дожди. Эта программа будет двухсторонней. Мы будем использовать бурение методом обратной циркуляции и алмазное бурение. Мы будем идти по следам тех аномалий, которые мы обнаружили с помощью сухого бурения, которые были показаны на первом слайде. Мы полагаем, что это будет способствовать увеличению потенциальных ресурсов. Мы надеемся получить от полутора до двух миллионов омций в это же время года в следующем году. Кроме того, мы будем проводить дополнительное сухое бурение в местах концентрации кустарного производства. Например, мы уже приметили полосу минерализации длиной в 6 километров. Мы будем проводить бурение на этом участке. И полагаем, что это будет способствовать формированию новых целевых показателей добычи в следующем сезоне. Джереми, спасибо за ваши комментарии. Я желаю вам удачи. Ждём от вас новостей. Спасибо за возможность пообщаться с вами на Комодити ТВ. Дамы и господа, с нами был Джереми Крозье, президент и генеральный директор компании Volcanic Gold Mines. Это отличная компания. Сейчас она снова начинает бурение. Компания планирует увеличить объёмы ресурсов с 500 тысяч до полутора или двух миллионов унций. Волканик добывает золото в Гвинее. Мы будем держать вас в курсе последних новостей. У компании уже есть необходимые средства, но ей предстоит привлечь ещё от 5 до 10 миллионов инвестиций для того, чтобы выполнить все обещания. Мы будем держать вас в курсе. С вами был Йохен Штайгер. Эта программа была подготовлена при сотрудничестве к Комодити ТВ и Дугас Копи ТВ. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok